Ну что ж, второй бой сегодняшнего вечера, сегодняшнего турнира, в котором сразятся Кори Сенхегген и Фрэнки Эдгар. Фрэнки Эдгар ветеран UFC, у которого имеется 3 боя, 24 победы, 8 поражений и 1 ничья. В последнем бою была одержана победа над Педром Мунисом, раздельным решением, 2 августа 2020 года, чемпион Америки по борьбе Фрэнки Эдгар. Еще раз напоминаю, ветеран смешанных боевых единоборств, бывший чемпион UFC, между прочим, Фрэнки Эдгар. И его соперник Кори Сенхегген. Которого в 15 бою, 13 побед и 2 поражения. В последний бой была победа над Марлом Морайсом, техническим нокаутом, коричневый пояс по бразильскому джи-джитсу и победа в 9 боях подряд. Хаворитом является этого боя Кури Сенхегген, по мнению букмейкеров. Немногие уже просто со счетов снимают Фрэнки Эдгара. Говорят о том, что его время уже прошло. Но победа над Педром Мунисом говорит об обратном. 10 лет разница между бойцами. И смотрите, какая разница в росте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Эдгар! И на росте. Ну что ж, объявил Брюс Баффер бойцов. И пора уже начинать этот бой. Рефери Херб Дин. Готовы ли бойцы? Готовы. Они готовы показать, надеюсь, классный бой. И хороший удар заходит справа от Фрэнки Эдгара. Он не понимает грабблера, но он тоже имеет способность бороться на храме. Ух, шикарный удар с колена. И переход в борьбу, но все тщетно. Удар по корпусу с колена. Очень неплохой заходит от Кори. Аперкот от Сенхэгена. Пытается перейти в борьбу Фрэнки Эдгар. Ну, у Кори Сенхэгена имеется коричневый пояс по джи-джитсу. Поэтому и в борьбе он может показать все, на что способен. Хорошая комбинация заходит от Кори Сенхэгена. Ух ты, и ответ от Фрэнки Эдгара. Две минуты уже прошло. Левый джеб заходит от Сенхэгена. И тут же ответ. И тут же апперкот. Шикарный апперкот в исполнении Кори Сенхэгена. Ну, и что, фаворит показывает то, что он не только на бумаге фаворит, но и в бою. И еще один удар заходит. Хайкик в исполнении Кори Сенхэгена. Попытка выйти на тейкдаун не удалась. Супермен панч не прошел, но прошел джеб от Сенхэгена. Не заходит удар у Фрэнки Эдгара. То в блок, то по воздуху. Совсем другая картина у Кори Сенхэгена, который раз за разом просто комбинации проводит. И абсолютно все удары заходят. У Сенхэгена. И шикарный апперкот, и снова нокдаун. И вот это вертушка в исполнении Кори Сенхэгена. И сейчас гранд ин паунд. Ну, поднимается Фрэнки Эдгар. Просто избиение какое-то происходит сейчас. В октагоне. Удар за ударом проходит у Сенхэгена. И смотрите, что творится, а. 20 секунд выдержит ли Фрэнки Эдгар. Такой натиск ударов. 5 секунд. И все. Вот такой вот первый раунд. Буквально выживал Фрэнки Эдгар в первом раунде. От ударов Кори Сенхэгена. Шикарнейший хайкик. Просто хочется смотреть снова и снова такие моменты. Если ты не Фрэнки Эдгар. Второй раунд. И более аккуратно он начинается, нежели первый. Но я уверен в том, что не весь арсенал Кори Сенхэген показал в первом раунде. Хайкик блок. Ух ты, а вот и демонстрация борьбы. Но тут же поднимается Кори Сенхэген в стойку. И статистика ударов. 55 ударов у Сенхэгена и 23 удара Фрэнки Эдгара. Колоссальное преимущество Кори Сенхэгена. Удар по корпусу и попытка тайгдауна не удалась. Бойцы ввязываются в клинч. И шикарный тайгдаун в исполнении Фрэнки Эдгара. Ну что, контроль за Фрэнки Эдгаром в партере. Ну и мы видим то, что в партере как рыба в воде себя чувствует. Фрэнки Эдгар, по крайней мере, он не пропускает удары, которые пропускал в стойке. Но при этом пока что ничего не смог сделать в борьбе. Фрэнки Эдгар, кроме шикарных тайгдаунов. Две минуты до конца второго раунда. Ну и вот наносит удары Фрэнки Эдгар. И они ощутимы, безусловно. Ищет возможности и бьет. Ну что, здорово Фрэнки Эдгар в борьбе в Гранден Паунте. Демонстрирует свое мастерство и нанес несколько хороших ударов. Которые, безусловно, завойдут в статистику. Ну что, практически минута до конца второго раунда. Никак не может подняться Кори Сенхеген. Хотя казалось, да, его бой. Великолепный первый раунд. Ну вот, второй раунд за Фрэнки Эдгаром. Нашел себе силы, ветеран. Для борьбы. И за братья второй раунд. Я думаю, Фрэнки Эдгару удалось. Ну что, второй раунд это демонстрация борьбы. Которой преуспел Фрэнки Эдгар. Однако мы видим то, что несколько очень значимых ударов ощутил Фрэнки Эдгар. И во втором раунде... Третий раунд, заключительный раунд. И Фрэнки Эдгару нужно снова искать счастья в борьбе. Там ему удалось переломить немного хотя бы ход с поединкой. Смотрите, шикарный хайкик в исполнении Кори Сенхегена. Потрясает Фрэнки Эдгара. Удар с разворота не удалось сделать Эдгару. И еще один удар от Кори Сенхегена. Прижимается к сетке Фрэнки Эдгар. И сейчас может все закончиться. Переход в фолл-маунт. И Эдгар тяжелым трудом удерживает удары от Кори Сенхегена. Да, ну... Если все так будет продолжаться, то я думаю, Кори Сенхеген заберет этот бой. Посмотрите, наносит и наносит удары. И... Тут уже можно останавливать бой. Ну, по-прежнему Херп Тин не вмешивается в ход этого боя. Две с половиной минуты до конца этого боя. И в очень тяжелом положении находится Фрэнки Эдгар. Две минуты до конца боя. Удерживает преимущество Кори Сенхеген. Попытка выйти на рычаг локтя не удалась. Фрэнки Эдгару минута. Попытка выйти за спину снова не удалась Фрэнке Эдгару. Не может подняться. Полуминуты до окончания третьего раунда. Очень ощутимые удары. Смотрите целая серия. 10 секунд остается до конца. Ну и все. Закончился бой. И я думаю в котором Кори Сенхеген одержит победу. Несмотря на то что второй раунд в общем-то можно сказать был равный. Кори Сенхеген был несколько в шагах от того чтобы выиграть досрочно этот бой. Но мужественность Фрэнки Эдгара была показана в этом бою. 30-26 29-27 и 29-27 кори Сенхеген одержит победу. Решением ну и в общем-то это бесспорно победа. Но мы предвкушаем главный бой между Олистером Аверимом и Александром Волком который вот-вот начнется. Ну что ж впереди главный бой этого вечера. Продолжение следует...